Собственная биржа проекта кэша OTC Exchange будет предоставлять похожие услуги, как на бирже Coinbase, где покупатель может приобрести и хранить токены. Биржа была запущена 12 мая согласно дорожной карте проекта. Все покупки кэш-токенов будут производиться с нулевой комиссией и круглосуточной поддержкой клиентов. Запуск биржи был ускорен посредством разделения процесса на три этапа, чтобы решить проблемы, с которыми сталкивается сообщества. На первом этапе услуга будет похожа на покупку биткоин на бирже Coinbase без особых сложностей и сфиксированной ценой. Пользователи смогут покупать токены кэш с нулевой комиссией и не опасаясь потерять их на сторонних биржах. В услуги будут включены такие функции, как реферальный бонус и прохождение зная своего клиента системы KYC. Существующие юзеры смогут пользоваться услугами биржи без повторного прохождения KYC. Второй этап будет включать биржу OTC и кошелек для покупки и продажи кэш-токенов. Недавний документ Резервного банка Индии, в соответствии с которым индийский регулирующий орган запретил всем банкам и финансовым учреждениям обращаться к фирмам, занимающимся криптовалютой, привел к большому хаосу и путанице на рынке, а также к негативной рекламе. Поэтому запуск небиржевого обмена не был выполнен ранее. Советники проекта рекомендовали приостановить запуск OTC биржи, поскольку кэш – это служебный токен. Юристы сравнили его с такими существующими продуктами, как IBM Cloud Credits, которые IBM используют для продажи своих облачных вычислительных возможностей. Правда, IBM не выкупает обратно свои Cloud Credits у пользователей. Чтобы убедиться, что это не повлияет на проект, как и на финансовое учреждение, процесс был приостановлен и будет возобновлен, как только появится ясность в вопросах регулирования. Третий этап включает P2P-обмен. Команда кэша ожидает, что регуляторные вопросы прояснятся в течение месяца, что позволит закончить реализацию второго этапа и притворить в жизнь третий. Таким образом, будет развернута полная версия криптобиржи P2P. Субтитры создавал DimaTorzok